МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире итоговая программа Вести Хакасия события недели. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И вначале о главных темах. Исторический 2013-й. Летопись республиканской больницы пополнилась двумя строчками. Снос старого корпуса. В душе что-то юкает. Это все равно родной. И открытие нового. Сегодня за Уралом практически не найдется лечебного учреждения, которое может сказать, что у них в комплекте есть весь этот пакет оборудования. Главное политическое событие года. Начинается избирательная кампания как такова. На сегодняшний день известно о четырех кандидатах, которые, скорее всего, будут участвовать в выборах главы республики. Нелегалы одолели. Специалисты без прописки и разрешений из овощеводческих теплиц переместились в другие отрасли. Кто найдет на них управу? Роса пришла и построила у вас. Как немцы спасали жизни русским связистам? Чтобы прикрыть себя, они выбирали мертвого немца и клали на себя. И таким образом ползли. Непридуманная история в рубрике «Я помню, я горжусь». На этой неделе в Хакасии начался особый период предвыборной. Депутаты Верховного Совета на очередной сессии утвердили официальную дату голосования. В ближайшие три месяца всем участникам процесса придется придерживаться строгих правил, которые оговорены в избирательном законодательстве. Подробнее о них мы поговорим чуть позже в нашем выпуске. А сейчас к другим новостям. Поистине исторические события развернулись на территории республиканской больницы. Здесь сносят старый корпус, который признан аварийным. Работы ведутся почти ювелирные, ведь здание составляет единое целое с соседним. А значит, разделить постройки нужно так, чтобы не повредить прилегающее строение. Заодно медики обживают новые помещения. О переменах, которые произошли в одном из старейших лечебных учреждений республики Юлия Константинова. Для Маргариты Бауэр с этим зданием, которое есть только на фотографиях и кадрах видеопленки, связана жизнь. Четверть века назад именно сюда пришла она сразу после института молодым интерном. Здесь под руководством опытных коллег состоялась как врач-невролог. Здесь научили, рассказывает, о работе и организаторской. Поэтому не может сегодня заместитель главного врача по лечебной части республиканской клинической больницы без волнения смотреть, как демонтируют старый корпус. В душе что-то ёкает. Это всё равно родное, и об этом все говорят, и все смотрят из окон существующих корпусов на снос этого корпуса. И немножко какая-то ностальгия, она всё равно присутствует. Мы понимаем, что корпус старый, корпус аварийный, что существовать он больше уже не может. Мы переехали сегодня в новый корпус, где условия для больных и для персонала лучше. Но всё равно там была молодость. Там вот что-то осталось, кусочек души какой-то остался там. Аварийным старый терапевтический корпус признали после нескольких землетрясений. Построенный лет 60 назад, он и без них требовал ремонта. Подземные толчки лишь усугубили ситуацию. В фундаменте на стенах появились трещины, которые постепенно расширялись. Поэтому было принято решение о сносе здания. Условно его разделили на две части. Демонтаж первой шёл интенсивно. Всего пять дней, и большая часть старого корпуса снесена. Осталась только та, что примыкает к действующему помещению. Убирать её будут очень осторожно, специальными ленточными пилами. Остов будут разрезать на кубы, одновременно усиливая конструкции примыкающего корпуса. Стоимость работ 16 миллионов. Сумма солидная, но никак не сравнимая с той, что требуется для нового, решение о строительстве которого на условиях софинансирования с федерацией было принято правительством Хакасии. На этом месте должен быть девятиэтажный хирургический комплекс за тоже 3,5 миллиарда рублей. Сумма большая, но основная сумма – это оборудование. Там оборудование более 2 миллиардов рублей. 1,3 миллиарда строительно-монтажной работы. В принципе, реально за два года вывести коробку и оснастить её. По проекту там будет располагаться больше десятка отделений. Конференц-зал, просторное фойе. В общем, современный больничный комплекс в недалёком будущем должен появиться на этом месте. Пока же медики демонстрируют оснащение тоже нового, лечебного. Напомним, строили его почти 27 лет. Несколько раз работы приостанавливались. Глядя на светлые, просторные коридоры, на кабинеты, отделанные специальными материалами, в это трудно поверить. Соответствует мировым стандартам и оснащение. Сегодня за Уралом практически не найдётся лечебного учреждения, которое может сказать, что у них в комплекте есть весь этот пакет оборудования. Это и ультразвуковая диагностика, это и эндоскопическое оборудование, и электрохирургическое оборудование, ну и набор эндоскопического оборудования, кроме этого технологическое оборудование для обработки этих эндоскопов. То есть мойка, обработка, сушка, хранение. Сегодня всё это работает. Палата интенсивной терапии, цифровой рентген-аппарат, позволяющий переводить изображение в компьютерное, чтобы врачу было удобнее читать снимки. Это только малая часть нового медицинского комплекса, в котором созданы условия для работы врачей. Конечно, далеко продвинулись. Проблема на сегодняшний день, конечно, стоит в здравоохранении, наиболее остро, если говорить. Это, конечно, кадровый потенциал и медицинская этика с дентологией. Об этом мы очень много говорим. Чтоб не было, соответственно, нареканий и жалоб на наше медицинское сообщество, конечно, нужно нам всем быть терпимее. И устранить, наверное, ту диспропорцию между медицинскими работниками и населениями, чтобы мы стали более уважительны к друг другу, менее озлоблены. Вот это на сегодняшний день, считаю, самое главное направление. Ну и хочу сказать, такая работа на сегодняшний день у нас в системе проводится. В прошлом году у нас прибыло на территорию Хакасии 84 врача. В этом году мы около 100 врачей тоже ожидаем на территории Хакасии. Большинство поедет в районные больницы, которые тоже планируется привести в соответствие с требованиями дня сегодняшнего, как этот лечебный корпус. Михаил Баталов восстанавливается после серьезной травмы, поэтому по достоинству оценил перемены. Ну, для кого, кто тяжело передвигаться, то есть даже подняться самостоятельно не может, то есть уже вот, пожалуйста, поручень есть. То есть удобно. Кнопки вызова медсестер есть, душевые есть, что немаловажно. То есть не каждый может даже сходить помыться. Ну, в туалетах сделаны стойки, да, для тех, кто на инвалидных колясках ездит. То есть это удобно как бы сделано. В принципе, кровати удобные. Пока серьезная проблема – теплый переход. Сегодня в другие корпуса на процедуры некоторых пациентов приходится возить по улице. В июле прошлого года главой было дано поручение построить данный переход. Своевременно была заказана проектно-оспектная документация. И 15 июня заканчивается срок исполнения поручения. Так что объект будет сдан точно в срок. И это неудивительно, ведь судьбы многих жителей республики теперь будут решаться в этом новом, современном здании. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 2 стиха Кассия, события недели. И возвращаясь к главной теме – подготовки к 8 сентября. Дате, которая может изменить жизнь каждого из нас и республики в целом. Во второе воскресенье осени населению Хакасии предстоит избрать главу региона, депутатов Верховного Совета, а также глав некоторых муниципалитетов. События масштабные и требуют соответствующего подхода. Непосредственно сама выборная кампания еще не началась. Она стартует с момента опубликования принятого закона в СМИ. Но в партийных кругах уже наблюдается оживление. На конференциях партии определяются, кого будут поддерживать. Так, на сегодняшний день известно о четырех претендентах на главную должность в Хакасии. Виктор Зимин, у которого за плечами четырехлетний опыт управления республикой, коммунисты в качестве кандидата утвердили руководителя Саиногорской ячейки КПРФ Игоря Чунчеля. От регионального отделения ЛДПР на пост главы Хакасии решено утвердить депутата Государственной думы Виктора Соболева. И буквально на днях в Москве свою кандидатуру выдвинули патриоты России. Это партийное объединение в выборах представит Владимир Быков. Добавлю, что это еще не зарегистрированные кандидаты. Их пока только утвердили на уровне партий. Но лучше других обо всех тонкостях избирательного законодательства знает председатель избиркома. Моя коллега Елена Крылова пригласила Александра Чуманина к нам в студию. Интервью недели смотрите прямо сейчас. Сегодня в нашей студии председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Нас ждут масштабные глобальные выборы. И есть такая информация, что у нас в этот раз будут очень длинные бюллетени, то есть рекордно длинные. Так ли это? Действительно, масштабные выборы предстоят нам в сентябре. Несколько избирательных компаний крупных. Прежде всего, это выборы депутатов Верховного Совета и выборы главы Республики Хакасии. Что касается избирательных бюллетеней, то их размер, форма уже давно беспокоит. Все избирательные комиссии, независимо от того, будут выборы в сентябре или нет, например, Центральная избирательная комиссия еще в прошлом году занялась этим вопросом, обсуждался этот вопрос в Государственной Думе, потому что количество политических партий значительно увеличилось. И, например, если раньше было их 7 всего, то в настоящее время их 70. А когда обсуждался этот вопрос, то ЦИК подготовил примерный бюллетень, как он будет выглядеть. Получилось, что длина его чуть-чуть не достигла 2 метров. Это при том, что в него включалось в соответствии с законом информации это наименование политической партии, эмблема, 3 условных кандидата из условного списка кандидатов. И вот длина такого бюллетеня почти 2 метра. Сейчас этих партий... Тогда партий было 50, когда их готовили. Сейчас их 70. Но о длине бюллетеня на наших выборах, ну, я думаю, говорить еще пока преждевременно, потому что его размеры будут зависеть от того, какое количество политических партий будет принимать участие и кандидатов в предстоящих выборах. Ну, у нас, получается, из главных это депутаты и глава Хакасии, но еще и главы сельсоветов, районов, что-то, где больше всего? Из крупных компаний я две назвал. Это еще выборы главы города Абакана, главы города Саиногорска и города Абазы, и выборы депутатов, совета депутатов города Абакана. Таким образом, 8 сентября, в период выборов, наибольшее количество избирательных бюллетеней получат избиратели города Абакана. Они получат на руке 6 избирательных бюллетеней. В прошлые выборы у нас использовались камеры видеонаблюдения. Вот в этот раз будет такое или нет? Что касается видеонаблюдения на избирательных участках и трансляции их в онлайн-режиме в сеть интернет, то сейчас этот вопрос прорабатывается. Дело в том, что это достаточно финансово затратное мероприятие. Поэтому мы, как избирательная комиссия, со своей стороны, конечно, за применение данных видеокамер на избирательных участках. С 2010 года мы начали их постепенно применять на территории Республики Хакасия. И последние федеральные выборы в марте 2012 года были применены на все территории Республики Хакасия. Ну и, соответственно, Российской Федерации. Что касается применения самих. Во-первых, сами видеокамеры очень хорошо дисциплинируют всех участников избирательного процесса, как членов комиссии, так и кандидатов, наблюдателей, ну и всех остальных лиц. Кроме этого, это максимально открыто и доступно процесс голосования, подведение итогового голосования. Поэтому мы за. Ну как вот будет складываться, в том числе и вопрос с финансовой составляющей, в зависимости от этого будет принято решение о применении видеокамер на избирательных участках, либо об их отсутствии. А сами камеры-то остались еще в 12 лет? Те камеры, которые применялись на выборах президента Российской Федерации, это собственность Ростелекома, они у них есть. Поэтому в случае, если данное решение будет принято, будет объявлен конкурс на эти работы, и, соответственно, если Ростелеком выиграет, то он будет устанавливать эти, наверное, эти видеокамеры. То мы опять на сайте сможем наблюдать за интересующие нас участки для голосования. А электронные комплексы останутся? Что касается комплексов электронного голосования, вообще федеральным законом предусмотрено использование комплексов электронного голосования. Но учитывая, что это федеральная собственность, после проведения федеральных выборов мы вернули комплексы, которые у нас применялись в Москву. В настоящее время они находятся на модернизации. И о дальнейшем их применении будет, конечно, приниматься также вопрос в Москве. Но здесь опять же встает вопрос количества политических партий. Как будет выглядеть электронный бюллетень, тоже очень большой вопрос. И я думаю, могу предположить, что, наверное, в данные выборы мы будем голосовать по старинке. Перейдем к теме агитации. Когда начнется период активной агитации и пока сейчас, как будет выглядеть картина в информационном поле? Что касается агитации, в том числе агитации в средствах массовой информации. Здесь, как всегда было, два нюанса. Непосредственно агитация кандидатами и политическими партиями начинается с момента вдвижения после того, как кандидат либо политическая партия приобрела статус… гражданин приобрел статус кандидата, а политическая партия приобрела статус избирательного объединения. Соответственно, с этого момента они могут вести агитацию, распространяя материалы о себе, брошюры, книги, программы и так далее. Кроме этого, в средствах массовой информации агитация начнется за 28 дней до дня голосования. Это активная агитация? Это активная, когда политическим партиям и кандидатам будет предоставлено бесплатное эфирное время, платное эфирное время в средствах массовой информации. До этого времени, с момента опубликования постановлений Верховного Совета, которые были приняты 5 и 6 числа опубликованы, с этого момента средства массовой информации просто осуществляют информирование избирателей о деятельности политических партий, при этом должны избегать требований статьи 48 и не вести никакой агитации за того кандидата, либо против кандидата, либо против политической партии, либо за политическую партию. Я думаю, что многих интересует вопрос с открепительными удостоверениями. Когда их уже можно будет взять и где? Список избирателей, которые готовятся избирательными комиссиями, будет передаваться в участковые комиссии не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Раньше этот срок был 20 дней. Соответственно, в зависимости от этого срока зависит то, что избиратель теперь уточнить о нахождении себя, своей фамилии в списке избирателей может также только за 10 дней до дня голосования с момента передачи списка в участковую избирательную комиссию. И, соответственно, открепительное удостоверение избиратель сможет получить в участковой избирательной комиссии за 10 дней до дня голосования. Раньше этот срок был 20 дней, теперь 10. До этого будет выдаваться открепительное удостоверение в территориальных избирательных комиссиях. Вот такие вот новшества, которые заинтересуют избирателя. Ну и, наверное, еще одно – это то, что впервые в законе закреплено право обращаться в участковые избирательные комиссии для того, чтобы их внесли в список для голосования вне помещения тоже за 10 дней. Раньше обращались только в день голосования, до 2 часов. Сейчас эта норма тоже сохраняется. За 10 дней до дня голосования можно обратиться в участковую избирательную комиссию, а в день голосования до 14 часов по местному времени. Ну и в завершение, наверное, хотелось бы все-таки делить внимание той теме, которая многих интересует – 50 против 75. Такое существенное сокращение мест в Верховном Совете. Скажите, ожесточенная борьба ожидается. Готов ли избирком пресекать какие-то нарушения, которые могут, ну, все-таки, скорее всего, кто-то попытается незаконным путем привлечь к себе внимание? Ну, я думаю, в связи с тем, что произошло сокращение количества депутатских мандатов, которые предстоит заместить, кроме этого увеличение количества политических партий, опять же, поэтому градус нокау политической борьбы, наверное, будет повышен. Не знаю, как у нас будет с календарным летом, но политическое лето, наверное, будет жарким. Поэтому избирательная комиссия в полном объеме готова к проведению этих предстоящих выборов. Разработаны и приняты соответствующие документы. И, конечно же, наверное, нужно предостеречье кандидатов или политические партии о том, что если они будут фалить, соответственно, к ним будут применяться все меры, предусмотренные законодательством, вплоть до снятия их с гонки. Спасибо большое, Александр Владимирович. Желаю вам удачи. И могу сказать, что мы не только придем на пресс-конференцию обучающуюсь, но еще и точно на следующий день после выборов в 10 часов утра мы ждем вашего приглашения. Спасибо. Спасибо вам огромное. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин. Европа плюс Абакан представляет 2 июля, стадион Саяны, сольный концерт певицы Максим. И хорошо, что он не знает про такую, как я, и что мечта романтичная, яркая, зажигательная. Максим. Главное музыкальное событие этого лета. Билеты в кассе АДМ. Справки по телефону 21 20 28. В компании Артек знают, что такое капитальный ремонт. Вот почему при полном остеклении квартиры или коттеджа вы получаете максимальную клиентскую скидку. Благотворительный фонд «Дорога и добра» при информационной поддержке рекламного агентства «Студия 25-й кадр» проводит конкурс детского рисунка. Прием работ уже начался и продлится до 25 июня. Официальная церемония награждения состоится в День Республики 3 июля. Подробности по телефону 21 09 21. Иванова! Иванова! Выходи пошелупонить! Пошелупоним! И в комнате и свежо, и тепло. И ночью тихо, и сплю и хорошо. И цветы теперь не замерзают. Да, это непростые окна. Доверься их заботе. Окна Экспроф. Здоровье вашего дома. Выполняя сварочные работы по замене водопровода, системы отопления, установки водосчетчиков. Закуп скидки. Телефон 26 03 69. 130 рублей за квадратный метр линолеума. Это реально! Магазин-склад «Новый пол» на промышленной 31. «Новый пол» – всегда огромный ассортимент линолеума по доступной цене. Кредит под 16% годовых за 15 минут? Это Хакасское кредитное агентство. Телефон 32 07 70. Участников программы «Доступное окно» становится все больше. Запишитесь заранее. Подробную информацию о программе можно узнать по телефону 28 74 34. БФК. Лидерство – это ответственность. Клиника «Классик Дент» располагает всем необходимым для успешного лечения ваших зубов и признана лучшей стоматологической клиникой Хакассии. На межрегиональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Сибири Гемма». Также награждена золотой медалью и дипломом. Государственный комитет Республики Тыва по охоте и рыболовству и администрация Тандинского района при информационной поддержке студии «25 кадр» проводит соревнования среди рыболов-любителей по лову леща на озере Чагытай. Соревнования пройдут 15 июня 2013 года. Справки по телефону в Кызыле 5 61 60. Акция от магазина «Легионер». Купи дверь и получи установку в подарок. У жителей Хакассии появилась надежда на то, что в республике, наконец, будет наведен порядок с иностранной рабочей силой. Около двух недель назад Виктор Зимин распорядился убрать всех нелегалов с республиканских полей и из теплиц. О том, как выполняется поручение главы региона, в нашем следующем материале. Вроде бы борьба с нелегальными китайскими мигрантами ведется постоянно. Проводятся рейды, высылаются люди. Однако, на заседании рабочей группы озвучены цифры. В Хакассии в 2009-м непрошенных гостей находилось около 6 тысяч, в этом больше 13. То есть, в два раза выросло количество людей с другим менталитетом, культурой, отношением к земле, на которой работают. Эти кадры сняты 4 июня. Сотрудники миграционной службы прокуратуры ОМОНа проводят совместный рейд. Задержаны 25 нелегалов, незаконно занимающихся овощеводством на территории Усть-Абаканского района. Что говорит этот житель Поднебесной, сразу понять трудно. Основная мысль – выращиваем помидоры. Именно к этому процессу у представителей разных ведомств претензий много. Роспотребнадзор провел исследование вредных выбросов в воздух в марте и апреле, когда приходится отапливать теплицы. То есть каждую весну нас попросту травят. Травят нас и летом, когда овощи поступают на торговый прилавок. Ведь выращиваются с применением нитратов и ядохимикатов, количество которых в разы превышает норму. Большой вред наносят гастарбайтеры и земле фактически отравленной, где не растут даже сорняки. И весь этот негатив уже несколько лет связан в основном с именем Эдуарду Хварин. Напомним, глава КФХ в аренду около 300 гектаров, где сейчас Ташибинские теплицы, взял в 2010-м, потом пересдал в субаренду и сейчас не в состоянии справиться с ситуацией, сообщил предприниматель, которого впервые удалось пригласить на заседание рабочей группы для нелицеприятного разговора. Такому утверждению трудно поверить, но предприниматели тут же дали бумагу и ручку, чтобы написал заявление в полицию. Результат – Ташибинские теплицы начали сносить. Это первый конкретный шаг к решению целого списка проблем. Попытаемся в рамках совместного взаимодействия все-таки прийти к нормальным результатам. Результат нормальный будет тогда, когда там будут стоять, если и теплицы, то контролируемые с точки зрения всех вопросов безопасности употребления для населения. И почему-то полагаю, что, наверное, не одномоментно, не в течение одного месяца, но эту проблему мы сможем их минимизировать. А в следующем году решить принципиально – такая поставлена цель. Пути достижения, которые члены рабочей группы по вопросам внешней миграции должны предложить уже в понедельник. Юлия Константина, Владислав Пустовой, Твести Хакасии, События недели. Кстати, иностранные работники облюбовали не только сельскохозяйственную отрасль Хакасии. Специалисты в кавычках с нероссийским гражданством попадаются и в кафе, особенно в ларьках фастфуда. Привлекают иностранных граждан в качестве дешевой рабочей силы и в швейном производстве. На днях полицейские установили владелицу подпольного цеха по пошиву женской одежды, которая пригласила на работу двух жительниц Киргизии без регистрации на территории России и без разрешения на трудовую деятельность. Дознаватель полиции города Абакана возбудила уголовное дело в отношении 44-летней жительницы города Абакана за организацию незаконной миграции. Максимальная санкция данной статьи – штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. Организатор незаконного бизнеса – жительница Абакана, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель в Красноярске. По предварительной версии, она арендовала помещение в декабре 2012 года и привлекла для работы иностранцев. Продать изготовленную одежду не успели. Оперативники изъяли около 400 изделий – платьев, туник и халатов различных размеров и расцветок, а также целые рулоны с наклейками от производителей из Москвы и Новосибирска. Это была программа «Вести Хакассия» – события недели. В следующее воскресенье мы вновь подведем итоги за очередную семидневку, которая, будем надеяться, порадует по-настоящему летним теплом. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok